ребят всем привет сегодня будет небольшой ролик про вот этот замечательный автомобиль opel insignia b машина только что приехала из европы еще и вы ее нигде не видите на вид или автору на продаже такой знаете ролик заранее так скажем может кто-то себе ищет подбирает такую машинку сейчас сделаю более детальный обзор на ее внешку на салон на интерьер ну и прокатимся и расскажу сколько она стоит какой пробег и все характеристики про это автомобиль а давайте теперь погнали и обозревать а Итак, автомобиль только что приехал из Европы, сейчас в данный момент таможится, скоро будут готовы документы, будет растаможен и вы его увидите на досках объявлений. Машина 2017 года, пробег на сегодняшний день составляет 161 тысяча километров, приблизительная цена продажи будет 1 миллион 750 тысяч рублей. Вот такая большая машина, универсал, на больших тапочках, на 20-х колесах, это ее оригинальные колеса, это как доп. опция идет, 2 литра дизель, 170 лошадиных сил, 8-ступенчатый классический автомат. Машина в красивом черном цвете, достаточно большой универсал, практически 5 метров длины. У нас опциональная оптика, матричные фары, которые круче светят, чем, наверное, обычные LED-фары, люксовские фары. Вот здесь вот видите, есть ее обозначение, большой и такие вот 4 диода. Есть противотуманные фары, парктроники перед-зад, красивые такие вот огни, аварийные сигнализации. У нас машина комплектуется панорамой с движным большим люком, сейчас продемонстрирую, если не пойдет дождик. Комплект резины абсолютно новый, только что установлен, без, скажем, новая резина, вот только что с магазина. Потому что, я так понял, была то ли зимняя, вот, колеса оригинальные, 20-е, есть бесключевой доступ на автомобиле. Машина полностью на кожаном салоне, на АГР-овских сидениях, которые имеют кучу всяких настроек. Также есть массаж сидения, память сидений, такие вот подколенные подпоры. Есть зимний пакет в виде, ребят, подогрева сидений, либо вентиляции. Тоже видите, наверное, раздельный климат. Сейчас мы выключим, значит, свет. У нас максимальная приборная доска, где есть большое количество всяких, значит, показателей. Вот это все можно поменять, я имею в виду вольтаж, температуру масла, это можно заменить там на остаток от блю и все остальное. Есть у нас проекция, не знаю, видно, не видно, наверное, видно, да, в стекле. Вот она, у нас такая вот красивая крыша с люком, с движным. Про сидения сказал, что они с вентиляцией, с подогревом, с электроприводами. Задняя крышка также у нас электрическая открывается, везде все качественная кожа. Есть фоновая подсветка. К сожалению, подогрева руля нету. Значит, что вам дальше рассказать, показать, точнее, огромный задний ряд сидений. Сейчас уберу всю сумку. Вот такая вот, кстати, подогрев задний у нас также подогревается. Задний диван для двух персон. Огромный по вместимости салон. Есть, кстати, вот две зарядки. Я считаю, что хорошая альтернатива тому же Passat B8, либо Talisman, либо 508, ну, либо Mondeo, да, всей линейки D-класса, которые пригоняют из Европы. У нас, давайте я сейчас включу, наверное, вы уже видели, конечно, но прикольно светятся задние фонари. Очень интересно, таким неоновой полоской видно, да, вот эти переходящие линии, сами фонари. Красиво машина смотрится, особенно, когда большие тапки. Не знаю, как это практично, либо непрактично для России, скорее всего, лучше, наверное, поставить 18-е. Вот задняя камера, огромный на 560 литров багажник. Шторка просто сложена, ее можно разложить, вот она есть. Ну, а я сразу говорю, а машина еще не готовилась, только приехала из Европы, есть запасное колесо. Складная крышка багажника. Естественно, парктроники также у нас есть. Ну и посмотрите, как же она классно смотрится. Ну, я считаю, что хорошая альтернатива Талисману, которого все так любят, хотят. Вот, ребят, а, давайте сейчас я быстро покажу подкапотное пространство. Еще раз повторюсь, по вводным данным, 2017 год. Миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей, сто шестьдесят одна тысяча оригинального пробега. Два литра дизель на 170 лошадиных сил, восьмиступенчатый классический автомат. Здесь также ничего не намывалось, все пыльное, в рабочем стоянии, как видите. То есть это даже плюс. Турбина у нас сухая, находится в передней части. ГРМ у нас ремень, между распредвалами цепь. Есть система AdBlue, нейтрализация выхлопных газов Евро-6. Ее можно заглушить. Здесь также у нас никаких нареканий нет, все сухо. Но не будем вдаваться пока в подробности, это просто такой небольшой ролик. Я считаю, решил вам подзапилить, чтобы вы видели, что пригоняет и что сколько стоит. Поэтому скоро эта машина появится на продаже. Если кто-то ищет подобный вариант, не пропустите. Все вопросы можете задать мне, как бы по этому автомобилю. Сейчас я вам просто хочу показать. Вот так вот открывается люк, сдвигается. То есть и когда жарко, можно ехать с открытым люком. Давайте его закроем. А теперь предлагаю на ней прокатиться. Сейчас, ребят, пристегнусь. Так, у нас есть различные ассистенты. Я там не успел все рассказать. Там удержание полосы, включение парктроников. Вот здесь кнопочки, если что, видите, да. То есть можно менять информацию в дисплее вот этой проекции, менять ее вид, всякую информацию дополнительную добавлять. Вот, сейчас закроем мы шторку. Я уже делал обзоры на подобные машины. Поэтому знаете, что она великолепно едет. Стоит на дороге, на трассе. В условиях города, конечно, там максимально как-то разгоняться мы на ней не будем. На 20-х колесах скажу, что она еще более устойчива. Потому что резина шире, но и более жесткая, естественно. Вообще мне, вот как бы, ну вот, есть камера заднего вида. Сейчас развернусь и покажу приблизительно там динамику в условиях города. Ехать на ней одно удовольствие. Замечательно. Машина едет. Напомню, здесь передний привод. 170 лошадей. Просто бывают модификации. И с полным приводом на 210. Но данного двигателя за глаза в городе. То есть и хорошо настроены тормоза. Есть дистроник. Есть круиз. Чего здесь только нет. Проще рассказать, чего не бывает в автомобилях. Вот. Ну, как-то так, ребят. Такой вот будет небольшой видосик. Так, имейте в виду, кто ищет, не пропустите. А то звонят каждый день. По инсигниям спрашивают. В настоящее время в Пскове нет ни одной на продаже. Вот вам живой пример. Автомобиль скоро появится. На этом у меня все. На телегу, на группу ВКонтакте подписываемся. Все ссылки есть в описании под роликом на Ютубе. Пишите комментарии. Телефон для связи, если у кого какие-то будут срочные вопросы. Ну, и можете на телегу задавать мне вопросы. Я всем отвечу. А на этом у меня, ребят, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok